Всем привет! И вы на канале Виктория Том. И сегодня у нас маленькое, можно сказать, прям маленькое видео. Ну, не такое длинное, как влоги, допустим, или еще какие-нибудь видео. Сегодня я немножко расскажу, что лежит в моем портфеле, потому что я долго хотела снять, но не было времени, к сожалению. Вот. И давайте же приступим. Мой портфель выглядит именно вот так. Здесь висит маленький кумпончик. Я так стану, наверное. Он из ЭКО. Извиняюсь, маленькое освещение не очень, так, некрасиво будет, потому что у меня здесь стоит специальная лампа для освещения. Это и знакомо. Здесь у нас идет первый отсек, второй отсек и третий. И там еще один есть. Здесь, наверное, начнем с большого. В большом отсеке у меня лежат все учебники. Сегодня у меня это русский, математика, окружающая, литературное чтение. Вот. И, естественно, здесь у меня все так лежит. Финал мой. Здесь у меня еще лежит... будет лежать что-то покушать. У меня еще все не... А, нет, у меня еще физкультура. Поэтому. Дальше второй отсек. Это вот здесь. Вот так. Здесь он открывается. Здесь такой карманчик. Туда руку протекиваешь. Но здесь у меня ничего нету. Потому что он не очень удобный. И третий отсек у меня идет вот здесь. Здесь... О, боже мой. Я не представляю, что здесь творится. Здесь всяких бумажек, ключиков, фруктов. Здесь у меня очень много всего. Всяких каких-то бумажек. А-а-а-а-а. Ужик. Вот. Здесь у меня ключи. У меня есть. Вот так. Здесь у меня вот такая прищепочка. Она достается отсюда. Но она не такая длинная. Вот. И прицепляются ключи. У меня был брыжей лук с Норвегией. Но я его еще не... Он у меня отвалился. И я его не прицепила еще. Дальше здесь лежат... О, боже мой. Здесь у меня лежат зела. На всякий случай. Лук будет насморк. И можно будет сходить и высмотреться. Иначе говоря. Вот. Там у меня больше ничего нету. Но вот в этом первом отсеке у меня есть еще некоторый кармашек. Давайте покажу вам его. Вот в этом кармашке. Вот в этом. Вот так он. Здесь он вообще предназначен либо для телефона, либо для плеера. Но здесь я ношу либо телефон, либо такие-нибудь еще штучки. А также здесь можно услышать наушники и спортивные. Вот в этом кармашке лежит что-либо там. Плеер или телефон ваш. Просовывайте наушники вот здесь вот. Здесь даже нарисованы наушники. Просовывайте и слушайте. Мне достаточно это нравится. Не такой человек любящий, который там обожает наушники или еще что-нибудь. Сзади у нас вот эта краскинка. Она мягкая, удобная. По крайней мере учебники просто не чувствуются. Вот так он выглядит. Сейчас. Очень стильный и очень классный. А здесь у нас опять же идут вот такие застежки. Но ими я не пользуюсь, потому что они мне не нравятся. И идут светоотражатели с двух сторон. И вот этот, вы подумаете, это не светоотражатель. Это просто такой, просто так, чтобы было красивее. На ручках у нас, видите, точно такой же материал, как и на спине. Есть ручка вот такая, чтобы можно было носить. Опять же говорю, еще раз покажу. Вот так закрепляются. Здесь можно ли курьировать больше или меньше. Я сделаю побольше, чтобы они мне не мешали. Вот. Я их обычно вот так, вот эту вот длинную беру, вот так вытираю. И просто вот так коррую. Вот так выглядит. Здесь у нас черное дно. И во всяком случае у меня парфей, допустим, он весит около 4 килограмм. 3-4 килограмма. Потому что плюс там еще сменная обувь. И покушать что-либо. Водичка там, не знаю, фрукты какие-то или еще что-то. Вот. Очень, не скажу, что очень неудобно носить. Нет. Я его ношу уже третий год. Да, он у меня уже с первого класса. И вот сейчас я в третьем классе. Мне очень достаточно нравится. Извиняюсь за посторонние звуки. Попробую говорить, может быть, что-то погромче. Вот. И очень... Скрепочка упала. Вот. И очень много кто спрашивал, ношу ли я еще что-то. Потому что мои друзья, допустим, спрашивают, почему он у тебя такой тяжелый. В том плане то, что он сам по себе тяжелый. Вот. И у него нет такого, что он не тяжелый и не мягкий. И какой-то такой еще. Он просто сам по себе тяжелый. И не то, чтобы я ненавижу его. Нет. Мне он нравится. Я его ношу. Он очень много, конечно, места не занимает. Но, опять же, он удобнее, чем какие-либо рюкзаки. Допустим, есть те дети, которым покупают рюкзаки какие-нибудь там дешевые. Ну, не дешевые. Ну, они, возможно, и дорогие. Но они рвутся. Из-за большого количества учебников. И они не очень удобные. Вот мой братфель, допустим, он уже третий год и не разорвался. Несмотря на то, что я даже таскаю в нем что-либо, он у меня не рвется. Это для меня, мне нравится то, что он, ну, не нравится. А я рада, что он не рвется. Потому что вот у меня есть рюкзак, но я с ним куда-либо очень редко хожу. Просто на время его купила. Он недорогой. Он, по-моему, стоил 200 рублей, если я не ошибаюсь. И он... Я одела его. У меня просто там лежала водичка, еще что-то. И кофточка, по-моему. Да, это мы покупали его в Питере. Вот. И на следующий день пошли швы. Он начал рваться. И я думала, я такая... Вот так рюкзачок, так рюкзачок. И у него сами вот эти лямки, они начали как-то... Вот здесь вообще лямка оторвалась. Я думала, что... Нет, я думала, что он вытерпит это, но он на самом деле не вытерпел. Вот. В школу, допустим, я не ношу какие-либо фломастеры, ручки. Ну, только один дырак. У меня все... Можно сказать, все-все-все... Я его вот так покажу. Все карандаши лежат в каких-то баночках. Я просто не ношу их. Мне не нравится, когда у меня очень тяжелый портфельдур. То же самое и здесь. Здесь у меня была еще крышечка. Но крышечку я потеряла, к сожалению. Вот. Это у меня фломастеры. Я их не ношу тоже. Они мне просто не нужны. Нам большую часть понадобится это на окружающем мире. Но, ух, окружающий мир, это что-то... Вот так. Если вам понравилось это видео, то ставьте большие пальчики вверх. Я вообще хотела меньше говорить, но, увы, так получилось. Подписывайтесь на канал и всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok